И этот фильм тебе говорит, вот все они были под ним, под первым чеченским вором в законе, который не являлся назад, никогда он не был вором в законе. Я даже, чтобы свои данные перепроверить, перед тем, как в этот эфир выйти, с реальным действующим сегодня вором в законе из тех времен, уточнил у него. Ну и, конечно, вишенкой на этом торте является подача информации о переговорах Зелимхана делегации, чеченской делегации, поговорили с Зелимханом Мендербиевым, в Кремле с Борисом Ельцином. И эта информация была подана, как чеченцев демонстративно унизили, затем отчитал их за опоздание. Нет, ты говоришь, это не так. Он уже тем, что он его хотел посадить у Параши, он его, мол, уже унизил. Ну так он сам себя унизил, если он такое заявление сделал, такую попытку сделал и эту попытку не воплотил в жизнь, он как раз сам себя и унизил. Я видел жуткие кадры, когда Борис Николаевич Ельцин ввел переговоры с Яндорбиевым, который приехал в Кремль и не хотел снимать попах. Чувствовал ли Ельцин какое-то унижение, какую-то неловкость перед этими ребятами, которые вот так приезжали в Кремль и так себя вызывающе вели? Принципиальнейший вопрос, потому что, конечно, в этом документе, если написать было бы Ичкерия, то практически признавать существование республики, которая не существует. Написано Чеченской республики, а Чеченская республика по конституции входит в состав Российской Федерации. Мы подписали сейчас президентом Чеченской республики, республики Ичкерия, мирный договор. Журналисты из проекта, так называется у них редакция проекта, они выпустили фильм под названием Иерархия, по-моему, в общем, про Рамзана Кадырова. Как, наверное, вы все могли заметить за эту неделю, среди чеченцев в основном мы видим плохую оценку этого фильма. Те, кто даже как-то рекомендовал его просмотру, обязательно указывали, допустим, какие-то тайм-коды или говорили, что в целом можно получить с этого пользу, мы не совсем согласны и так далее. Но в основном чеченцы негативно об этом фильме высказались. Мне этот фильм, если чисто можно было вопросы свои ощущения передать, сказать, понравился или нет, и ничего больше чисто на уровне чувств, то я бы то же самое сказал, что он мне не понравился. Этот фильм мне не понравился, и он не мог, в принципе, понравиться ни одному чеченцу, который, в принципе, в теме этих событий. Но, конечно же, такого ответа будет недостаточно. Вы захотите, чтобы я раскрыл, почему этот фильм мне не понравился. Так вот, если сказать, есть ли в этом фильме полезная информация, я скажу, что в этом фильме есть очень полезная информация, и это очень полезная информация, она заключена в отрезке расследования обналичивания денег Кадырова. Это очень полезная информация. Это то, на чем этот фильм должен был, в принципе, сосредоточиться. Если бы этот фильм состоял бы только из этой части, где они рассказали бы, как эти деньги приходят, как они седают, на какие счета, где и какие компании, как они потом попадают на счета каких-то частных лиц, потом эти частные лица банкоматов или в отделениях банка эти деньги миллиарды просто обналичивают. То есть вот эта вот схема сама по себе, она очень ценна. И она представлена с доказательствами. То есть это не просто ссылка на какие-то там наши источники. Наши источники нам сказали. Это не просто какое-то повествование истории или свое видение, своя интерпретация. Это именно вот выписка, вот компания, вот ее выручка, вот то, что там задекларировано, вот они переводы, вот транзакция. То есть это все то, что проверяется. Это реально то, что можно назвать расследованием. И это полезная информация. Можно было бы допустить, чтобы была эта информация. И допустим, к ней прилагалась бы вот эта история с женами, детьми, кем там рожден, у кого какая мать. Они там были несовершеннолетними в момент заключения брака. В общем, вот эта вот история, например, можно было бы ее тоже. Ну окей, оставим ее давайте здесь. И тогда, если бы она шла вот вкупе с этой историей, без всего того, что было до этого, история с лозангской группировкой, там, и потом вот эта вот концовка. Вот без всего этого, если бы было бы только расследование денежных схем и жены и дети, каково было бы впечатление? Вот здесь вот информация с этими транзакциями, с денежными махинациями приведена с доказательствами. Вот здесь информация с женами, там, детьми, кто кому, мать, приведена просто из каких-то там источников. Но мы, в принципе, доверяем, можно было бы сказать, да, мы доверяем этим журналистам и их источникам, потому что, ну вот здесь вот они показали высший класс. Проследование очень четко, там, компании, фирмы, все они показали, им можно доверять, сказали бы мы, хотя здесь, конечно, не предъявлено никаких доказательств. Например, заявление о том, что там у Адама Кадырова мать, это Замира, забыл ее по имени, выигравшая тот самый конкурс красоты. Например, чем подкреплена эта информация? Ничем. Если смотрящий ожидал, что там будут какие-то результаты ДНК, тестов, там, или, я не знаю, какой-то еще информации, или показания самой этой матери, или сына, или каких-то там соседа, или кого-то, нет. Эта информация просто подается и говорится, что, ну, у нас там наши источники, нам об этом сказали. И когда обычно журналисты так делают, то у этих журналистов должна быть репутация. И эта репутация зарабатывается тем, что они до этого делают какую-то качественную работу, и ты подразумеваешь, что если здесь они это качественно выполнили, скорее всего, источники, сообщившие им, это заслуживают доверия, и, в принципе, эту информацию можно принять. Так вот, если бы вот на этом этот фильм бы закончился, я бы его репостнул на своем канале, я бы очень хорошо о нем высказался. Но я не могу этого сделать из-за вот этого начального исторического вступления, очень долгого, где-то, я не знаю, сколько он идет там. Это когда из Атлангириева Маулади делают крестного отца чеченской мафии, называют его первым чеченским вором в законе, первым чеченцем, взявшим на себя этот титул. Понимаете, вот уже вот с этого момента у тебя начинается, то есть ты, как чеченец из 90-х, в 90-х годах, как раз оставший это время в том возрасте, когда для тебя кумирами были как раз те самые криминальные авторитеты, те самые представители чеченской мафии, которых так называют в этом фильме. Когда ты рос на том, что ты знал, кто там, какую позицию занимает, у кого какая группировка, сколько человек у него и так далее, ты во всем этом ворился, ты знал, кто является вором, кто им стал первым, кто вторым. И вот тут тебе называют имя какого-то человека, являвшегося на тот момент, очевидно, чисто агентом российских спецслужб, работавших там, с этими, тесно очень с ними сотрудничавшего. И тебе говорят, вот во всей этой чеченской мафиозной иерархии, назовем ее так, он там чуть ли самый главный человек, его имя в этом фильме называют на уровне с Хозой, с Исламовым Лечей Бородой, с Хожей Нухаевым, понимаете, и называют реально глыбы, просто имена глыб, и этот фильм тебе говорит, вот все они были под ним, под первым чеченским вором в законе, который не являлся, никогда он не был вором в законе. Я даже, чтобы свои данные перепроверить, перед тем, как в этот эфир выйти, с реальным действующим сегодня вором в законе из тех времен, понимаете, не новым каким-то вором, а вор, который был еще тогда, один из реально первых чеченских воров, реальный авторитет в этих криминальных кругах, уточнил у него, получил достоверных раз, и не был, этот Малай Адангевиев никогда не был вором в законе, никогда он не был никаким лидером там каких-то чеченских группировок, ничего подобного не было. Да, он был, этот человек был, он был там, как-то в криминальных темах крутился, очевидно, что теперь, очевидно, что он работал с российскими светслужбами, но просто, понимаете, когда тебе говорят, вот Хоза, просто где был Хоза, уровень Хозы, это стратосфера. Если вот взять эти криминальные круги, Хоза, это стратосфера криминального мира, Малай Адангевиев, его даже нет в этой иерархии, если его с Хозой поставить, понимаете, но какая разница. А фильм тебе говорит, возьми за модель вот эту вот, сначала, прими информацию, что есть вот Малай Адангевиев, и он тот самый вот отец всех чеченских криминалитетов. Такое, знаете, вообще ощущение, что консультантом у журналистов проекта был какой-то родственник этого Малай Адангевиева, который из какой-то большой любви к своему родственнику просто хотел его возвысить. Ну, в общем, и дальше, если кто-то скажет, да, а что ты к этому придрался? Типа, ну, не был он, допустим, Ворон, ну и что? Это что, такая ошибка? Понимаете, это, да, это ошибка на самом деле ключевая, потому что, если сказать, что это был агент российских спецслужб, российского ФСБ, там, КГБ до этого, затем ФСБ, то вся концепция рушится. То, к чему нас этот фильм подводит, что это чеченские очень серьезные, влиятельные, криминальные люди, они, по сути, там, Ахмата, значит, Кадырова сделали наместником в Чечне, это вся она рушится, потому что нет там никаких чеченских авторитетов, которые бы делали Кадырова наместником. Есть ФСБ, есть конкретный агент этих спецслужб, у которого в квартире действительно происходили эти встречи, да, которого действительно использовали для того, чтобы вести там переговоры с кем-то, вот и все, но никаких там остальных вот этих людей нет. Далее это все, вся эта история у нас выруливает в то, что убийства, произошедшие в России, где либо есть какое-то чеченское имя, либо убитый чеченец, допустим, либо убивший чеченец, либо подозреваемый, все вот это вот в одну кучу собирается и приписывается, что это, значит, за этим всем стоит Кадыров. И тут получается такое перечисление, когда, значит, Политковскую, Эстамирову, Полохлебникова и тех, кого реально убили, Немцова, допустим, да, кого реально, чьи убийства действительно ведут, допустим, Кадырову, туда же в эту же кучу приписывают убийства, с которыми Кадыров вообще никак не связан. И те, это те убийства, которыми чеченский народ, допустим, гордится. Это такое убийство, как, например, ликвидация Буданова. Как можно было убийство Буданова приписать Кадырову? Это убийство, к которому Кадыров, он очень хотел бы иметь к этому отношение, он очень хотел бы быть организатором этого убийства, но он не является. И сказать, что Юсуп Тимирханов работал на Кадырова, получается, по заказу Кадырова убил Буданова, это оскорбление Юсупа Тимирханова. Или в этом же списке указывается смерть Лечи Исламова, Лечи Бороды, как будто бы его тоже, то есть перечисление идет всех загадочных убийств, и в этом, значит, списке загадочных убийств говорят о Лечи Исламовой, который, Лечи Борода, был убит начальником колонии, то есть, когда перед тем, как он отправился на этап, его пригласил к себе, пригласил, я так сказал, значит, приказал его к себе привезти начальник колонии, угостил его чаем с полония. Почему? Вообще, это убийство Лечи, оно напрямую связано с другим убийством, совершенным в Лондоне, убийством Литвиненко. По симптомам Лечи и Литвиненко имели одинаковые симптомы отравления. То есть, на Лечи сначала испытали полоний, а затем его применили в убийстве Литвиненко. Лечи выпил чай с этим начальником колонии, отправился, его, значит, отправили по этапу, уже когда этот поезд Толыпин добрался до Волгограда, Лечу госпитализировали. И у него ровно точно так же, как и у Литвиненко, выпали все волосы, в общем, все те же самые симптомы отравления радиации у него были, что и у Литвиненко. И самое здесь важное, что Лечу, наоборот, Кадыров Ахмад, еще старший, пытался вытащить из тюрьмы. Ахмад Кадыров говорил, что Леча это один из самых ярых борцов с лахабизма. Он хотел вытащить Лечу и сделать его своим соратником. Для него было важно, чтобы такие видные чеченские деятели, А Леча был одним из командиров в Юго-Западном фронте, в подчинении у Хамзата Гилаева. Он был даже родственником Хамзата Гилаева, они были односвечанами. То есть для Кадырова это был бы очень такой серьезный кадр. И он, наоборот, пытался, он официально об этом говорил. Типа, это один из самых ярых борцов с лахабизмом, и он очень помог бы в нашей борьбе. То есть к этому убийству не причастен Кадыров. Кадыров физически не мог бы убить Лечу, на тот момент тем более. Это сейчас у Кадырова еще возможностей гораздо больше, влияние стало больше. На тот момент вообще ничего подобного не было. Ну и, конечно, вишенкой на этом торте является подача информации о переговорах Зелимхана делегации, чеченской делегации, вы говорили с Зелимханом Мендербиевым, в Кремле с Борисом Ельцином. И эта информация была подана, как чеченцев демонстративно унизили, Ельцин мог, демонстративно унизил чеченцев, затем отчитал их за опоздание. Это, понимаете, если бы это просто была бы интерпретация событий, например, то я бы мог просто сказать, ну, это их интерпретация, мы с ней не согласны. Но когда идет явная ложь, когда идет именно подмена, ведь достаточно посмотреть это видео, оно есть в доступе, там как раз-таки нашу делегацию хочет унизить Ельцин, посадив их не как равную сторону переговоров, а посадив их напротив своей марионетки в лице Завгаева. По протоколу во главе стола должен был сидеть президент, по правую руку российская делегация, по левую чеченская. Ельцин недоволен, его первая реакция не предвещала ничего хорошего. Ельцин вышел через несколько минут, никаких рукопожатий, он занимает отведенное по протоколу место. Яндарбиев желает также сесть во главу стола напротив, тем самым придавая встрече межгосударственный статус. Я видел жуткие кадры, когда Борис Николаевич Ельцин ввел переговоры с Яндарбиевым, который приехал в Кремль и не хотел снимать папаху, да, вы были свидетелем этого. Совершенно ужасные кадры, когда было непонятно вообще, что происходит в Кремлевском кабинете президента России. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Давайте мы поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если тогда я вообще буду. Садитесь, пожалуйста. Я не сяду. Здорово. Вы можете меня сядя закрывать. То лучше буду, давайте. Все. Я не терплю такие расходы. Если это присутствие для российского руководства, тогда это другое. Для меня это не присутствие. Чувствовал ли Ельцин какое-то унижение, какую-то неловкость перед этими ребятами, которые вот так приезжали в Кремль и так себя вызывающе вели? Могут сказать, что вот у вас один уровень, вы будете сидеть там, а я здесь хозяин кремлевский, буду между вами арбитром. И Зелимхан Яндербиев наоборот унижает Ельцина тем, что заставляет его встать со своего трона, поднять свою пятую точку и сажает его напротив себя на один уровень. Мы с тобой будем говорить как равные стороны. И Ельцин вынужден униженно встать с этого своего трона и пересесть напротив Зелимхана Яндербиева. Вновь пауза. Вокруг стала суета. Отойдя от протокола, российский президент садится посередине и приглашает Яндербиева занять место напротив. А затем, когда журналисты говорят, мол, чеченскую делегацию отчитали за опоздание, опять-таки посмотрите это видео. Первые минуты встречи. Никто еще не посмел президенту России опоздать хотя бы на пять минут. Ну, к сожалению, не подождать. Но мы подносим с Азии больше всего с половиной. Вы понимаете? Когда Ельцин говорит, я, мол, вас тут вынужден был считать, что уже, по сути, является, наоборот, унижением российской стороны. Когда Путин ждал Эрдогана, все СМИ писали о унижении Путина. То есть, сам факт задержки, на самом деле, является неуважением к стороне, которая ждет. И Ельцин говорит, типа, я вас тут, мол, ждал, вы опоздали. Но что, Удугов, министр иностранных дел, очень тактично, дипломатично извиняется, говорит, мы, конечно, приносим свои извинения, это чисто дипломатия. Но в этом нет нашей вины. Мы еще раз приносим свои извинения, но повторяем, это не по нашей вине. Те, кто нас, то есть, они же не сами организовывали свой приезд. Чеченская делегация не передвигалась по Москве на собственных автомобилях. То есть, не в их руках было приехать своевременно там или опоздать. И Удугов указом говорит, это не мы в этом виноваты. Это те, кто организовывал, наша сторона. Когда они нас привезли, мы тогда и приехали. Но что, Ельцин, опять-таки, униженно, тогда говорит, ну, если это наши сотрудники там виноваты, то я с этим разберусь, мы накажем. Ну, это я, если бы это поменять каких-то наших слуг, то с этим я разберусь. То есть, кто кого унизил. Понимаете, вот эта вот подача просто информации, которая на весь мир на тот момент прогремела как раз-таки унижением президента ядерной державы, унижением президента самой большой в мире страны, самого большого в мире государства. Весь мир об этом именно так говорил. И когда журналисты проекта лживо пытаются это подать совершенно иным образом, конечно, это никак. Просто одного вот этого момента было бы, конечно, достаточно, чтобы любой чеченец негативно относился к этому фильму. Московское соглашение с юридической точки зрения оформлено максимально просто. В нем не называются стороны, не называются и должности, подписавшие документы. Написан Черномырдин, Кендарбиев. Любые предложения чеченской делегации включить в соглашение слово «Чкерия» сразу же отвергалось российской стороной. По словам министра по делам национальности Вячеслава Михайлова, стилистика имела принципиальное значение. Принципиальнейший вопрос, потому что, конечно, в этом документе, если написать было бы и «Чкерия», то практически признавать существование республики, которое не существует. Написано «Чеченская республика». А Чеченская республика по конституции входит в состав Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы подписали сейчас президентом Чеченской республики и «Чкерия» мирный договор. Мирный договор, которому предочерпано иметь историческое значение, поскольку ставится точка 400-летней давности, когда шла все время какая-то война, неуверенность и так далее целого народа. Мы ставим точку, что будем решать мирным путем все наше сотрудничество, дальше развивать наши отношения с соглашениями в экономическом, торговом и прочем. Мы, когда сейчас вели переговоры с президентом, то он четко заявил, что он вместе мы осуждаем терроризм, что мы будем бороться с терроризмом, что мы будем искать виновников и найдем их, то мы освободим журналистов, будем искать военных наших пленных вместе и, значит, чеченских тоже самое, посмотреть в других местах. В общем, это имеет договор огромное значение. Важно не сколько пунктов, там, так сказать, 20-30 не в этом дело. Тут один мирный договор. Вот вся его главная начинка. мы сегодня с большой радостью приехали в Москву, мы в Москву приехали с миром и военем мира. Действительно, народы России, народы Чечни устали от этой войны, от этих проблем, непонятных 400-летней давности взаимоотношений с Россией и Чечней. Сегодня я думаю, что лидеры Чечни и России сделали самый разумный шаг, который ждет от нас народ. А народ ждет, чтобы им была обеспечена безопасность и стабильность. Вот это решение мы приняли. По-моему, самое верное. Кто бы там не хотел, чтобы действительно этот процесс не состоялся, кто там хочет еще повоевать. Поэтому сегодня поставлена точка 400-летнему военному противостоянию. Поэтому сегодня, как сказал Борис Николаевич, действительно, мы сегодня выдели почву вот этих людей, которые заказывают эти террористические акты похищения людей. Потому что когда вот этот мирный процесс не состоится или оттягивается, или когда вот эти непонятные отношения, вот тогда этот фундамент для этих людей. Поэтому сегодня те, которые заказывают террористические акты похищения людей, хотят только одно, чтобы не состоялся этот мирный процесс и показать всему миру недееспособность чеченской власти. Сегодня в подписании этого документа мы показали всему миру, что мирный процесс состоялся. А дальше мы, чеченская власть, президент чеченский, докажем всему миру о дееспособности своей власти со всей решительностью. Не будет места террористов и похитителей людей в нашей земле. Спасибо большое. Приветствую. Почему ты так примитивно видишь ситуацию между Ельцином и Недербиевым? Ельцин их сразу унизил, указывая на их место и заявил, что они неровны. Даже после уступки он их отчитывал как детей. Это, знаете, выглядит как в различных фильмах про тюремную жизнь. Там даже те, кто этим не интересуется, не сидел, вы наверняка в этих фильмах видели моменты, что для того, чтобы унизить пришедшего в камеру, ему говорят, типа, твое место у параши. Потому что самая низшая касса в этих тюремных, в российских тюрьмах, они, как правило, кушают у туалета, сидят, живут в туалете. То есть, это самые такие опущенные. И вот, как бы, чтобы человека сразу опустить, ему говорят, так, давай твое место у параши. И вот теперь представьте, вот что вы говорите вы. Если перейти на такой уровень, представить, что это происходило в какой-то тюремной камере, то происходило примерно так. Зашел, значит, человек, ему говорят, твое место у параши, чтобы его унизить. А он говорит, мое место не у параши, мое место вот здесь. И указывает, например, на какое-то там место для нормальных людей и сажает этого человека который находится где-то на троне супер каком-то уважаемом месте он его спускает оттуда сажает перед собой и значит разговаривать вот примерно такая ситуация и и то что написал ты дмитрий беляев ты говоришь что когда человек зашел и сказать его сказали твое место у параши а он воспротивился этому и того это сказал наоборот спустил заставил его сесть со собой за один стол в тюремной жизни это как если бы они сели бы за один стол и попили чай а человек из низшей декаса не может печать с нормальный предмиссия с порядочным арестантами вот представил него значит посадил с собой он зашедший человек которого хотим был хотел посадить у поражей он дни то что не сел Vo параш он его наоборот еще спустил перед собой посадил и заставил с собой вместе выпить чай и ты говоришь нет ты говоришь это не И так, он уже тем, что он его хотел посадить у параши, он его, мол, уже унизил. Ну так он сам себя унизил, если он такое заявление сделал, такую попытку сделал, и эту попытку не воплотил в жизнь, он как раз сам себя и унизил. И как бы вы не пытались эту ситуацию поменять, у вас не получится. Это как говорил там Уфти Дагестана, дважды два, четыре. Дважды два, это четыре. Нет другого варианта, это по-любому четыре. И это ситуация, в которой победителем вышел Гендербиев. Не важно было, на тот момент не важно было, о чем они поговорили, о чем они договорились. Вообще не важно было. Для всего этого мира была важна картина. Вот эта картинка телевизионная. Ельцину было важно показать ее так, чтобы напротив друга сидел Гендербиев и Завгаев. И каким бы результатом не пришли эти переговоры, вот эта картинка была важна для Ельцина. Для чеченской делегации была важна картинка, когда президент России сидит напротив президента Чеченской республики Ичкерия. И чеченская делегация этого добилась. И это был успех, это была победа чеченцев. И как бы вы ее не попытались исказить, показать ее под другим углом, у вас не получится. Это не интерпретация истории, понимаете. Это просто подмена будет фактов. Это просто будет грязная ложь. В общем, это если вкратце. Там я могу очень много деталей брать, придираться ко всему, что там сказано. Потому что очень много непроверенной, неправдивой информации подано в этом фильме. Однако, тем не менее, я хочу сказать, что в этом фильме есть очень полезная информация по поводу этих денег. И я бы очень, на самом деле, хотел, чтобы этот фильм был именно вот в этой части. Если бы он вышел так, чисто расследование этих финансовых тем, я бы был очень доволен этим фильмом. Я бы его у себя репостил, я бы рекомендовал его смотреть. К сожалению, журналисты проекта решили сделать какой-то очень большой фильм с претензией на какое-то историческое расследование, точнее, на историческое повествование и расследование. И все. У меня такое ощущение, что они были вдохновлены фильмом, сериалом «Мария и Пепчик», штабом команды Навального. И, кстати, вот одна из претензий ко мне, это, мол, точнее, даже не ко мне, это претензия к тем, кто негативно высказывался об этом фильме, что якобы чеченцы, негативно высказывающиеся о фильме проекта, подобны людям, негативно высказывающимся о фильме «Мария и Пепчик». Вообще, настолько разные два фильма, любой упрек в адрес Марии и Пепчик из-за этого фильма, он заключается в том, что Мария и Пепчик либо не упомиловала контекст, либо даже, например, тот же Милов, коллега Пепчик, он упрекает, то есть его обвинение в адрес, его претензии в адрес этого фильма в том, что якобы, да, это все правда, но это не важно, важно совершенно другое, то есть вы сняли фильм о том, что абсолютно незначимо в этой истории, надо было снять вот о том, что значимо. Другие говорят, да, это все правда, залоговые аукционы и так далее, но там был контекст, вы не показали контекст. То есть никто не обвиняет Марию Пепчику в том, что она соврала, либо она неправильно подала информацию, что то, что она рассказала, это неправда, понимаете, разница. Мария и Пепчик говорят, да, то, что сделал Ельцин, да, он присвоил квартиру, но это была не коррупция. Потом, когда им доказывают, что это коррупция, они говорят, ну да, ладно, это была коррупция, но Ельцин не воспринимал это как коррупция, он воспринимал это как что-то другое, понимаете? А здесь, в фильме проекта, здесь мы показываем на конкретную неправильную, лживую информацию. Не был от Лангерии вором в законе. Пусть притягивает хоть одно доказательство тому, что он был вором в законе. Пусть притягивает хоть одно доказательство, что он как в иерархии чеченской группировки занимал такую же позицию, или хотя бы близкую к тем, что занимал Хоза, Леча Борода, Хожа Нухаев. Пусть хоть одно. Спросите чеченцев, живших в те времена. Большинство даже не знают этого человека, этого от Лангерии. Да, те кто там крутился, его с ним пересекались, его как-то знали, но никто о нем не отзывается. То есть, то, что из него сделали в этом фильме, это из него не делает никто. Может быть, вот какой-то родственник этого человека, кто там им давал информацию, может быть, только для него он был таким величайшим авторитетом, но в чеченском народе его даже никто не знал. Хотя тех же воров в законе, тех же авторитетов на тот момент знали практически все. Это потом их славу перебьют такие лидеры, как Басаев, Гелая, там другие, когда уже начнутся открытые боевые действия в Чечне, когда Россия вторгнется. Но до этого момента, когда не было вот этого вторжения, главными звездами, по сути, в чеченском сегменте были как раз эти люди. И от Лангериева в них не было. Там, понимаете, много таких моментов, как, например, с Абрамовым история. Чуть ли Кадыров устроил покушение на Абрамова в Москве, как они там, с имитировав ДТП с участием какого-то КамАЗа. Короче, некоторые вещи просто настолько несерьезные, что обсуждение их даже, это выведет нас в степ какой-то, мы вынуждены будем высмеивать. Поэтому не будем. Из-за того, что в этом фильме есть все-таки полезная информация, я не хочу его высмеивать, но указать на конкретные лжевые моменты, не указать на какие-то конкретные лжевые моменты мы, конечно, не можем. Поэтому, в целом, о фильме мнение негативное. Субтитры создавал DimaTorzok